привет вас тут некоторые зрители мне закинули что мало исторических видео это у меня мало этого их просто мало смотреть вот сейчас будет исторические видео которые некоторым людям разовьет ну просто мозги разлетятся они узнают такую правду что просто будет шокирован правду истории почему видео на русском языке а я буду говорить про ссср смотрите видите табличку экселевскую она составлена согласно госбюджета советского союза по этой причине будет на русском но вообще это видео первоначально посмотрят спонсор моего канала по традиции примерный пока показ таких видео интересных познавательных только для спонсоров но потом все остальные когда потом я не знаю принципе как правило где-то через месяц а первым экраном смотрят спонсор так что если вас действительно интересует история а не просто вы трандите пожалуйста ставайте спонсор будете смотреть историю я вам сейчас действительно покажу такие цифры такие вы просто ужаснетесь когда узнаете правду эту правду которая глаза режет с фактами по большому счету быть удивлены но бюджет советского союза или публиковался очень врезанном виде не удивляйтесь или вообще не публиковался но печатают гостат а бюджета нет ну типа это не документы так дальше а вот действительно уже там во времена горбачева начали публиковать все когда начали сейчас мы посмотрим давайте ну смотрите начинаем конечно с 1985 год горбачев пришел к власти и заканчиваем 1990 год понятно то есть чисто советский союз это отвечает на эти вопросы а вот нет он уже взял труп вот грубо говоря когда горбачев пришел к власти ссср уже был трупом не верите давайте посмотрим смотрите это доходы видите это от расходы а вот этот дефицит ну как вы сами понимаете это все в миллиардах рублей все это миллиарды рублей ну для интереса я понимаю что многие люди даже которые жили в советском сузе не совсем понимали а как их обворовывать вот так вот обворовывать смотрите в советском союзе основной источник поступления доходов до были налоги на предприятие организации видите 340 миллиардов население платила меньше 32 миллиарда о предвиде как население маленькие налоги платят а предприятие большие ну у нас то же самое обращаю внимание что и в бюджете россию бюджете украины все тоже сам больше всего налогов это налог который платит предприятие в украине это ндс в россии это ндс плюс арендные платежи а физлица платят меньше так что почти то же самое нету право немножко пропорция другая спорить не будет но вот смотрите видите налог с оборота до в ссср не было ндс и очень много речь водка хорошо там не было там был налог с оборот но знаете вы налог можете как угодно называть налог с продажи налог с оборота ндс суть не меняется это выплатить вот этот налог платил на население советского союза в ценах в ценах в ценах да и да действительно грубо говоря вот если прикинуть да считается что государство но 100 миллиардов да в виде налогов 30 миллиардов еще 100 миллиардов забрали в виде налог с оборотом то есть грубо говоря по целом населения теперь смотрите чем конечно отличалась экономика ссср от современной видите вот эти вот ну тут вообще написано платежи и так дальше советском союзе вся прибыль изымалась сейчас есть налог на прибыль а тогда была такая политика типа это все же народное значит изымаем и вот это вот сумма ведь какая она большая 119 миллиардов потому что вся прибыль изымалась практически все предприятия ну ну тут правда еще включаются рентные платежи нот добыча поископаем сюда тоже включал потом колхозы пойти когда рассказывают что вот в советском союзе сельский хаэс я говорю оно было мертвое вот колхозы платили налог 1 миллиард они были бедны как церковные крысы нет действительно многие колхозы не заплатили за десятки лет вообще была такая как бы ну глупость когда типа все народная а работ никто не хочет по этой причине был товарный голод по этой причине катастрофичные хватало продуктов питания по этой причине советский союз завозил зерно из канады и сша вот такая ситуация так колхозы кого-то не платили потому что ничего было а сейчас продуктов завались просто сейчас говорю что принц причина развала ссср не потому что там был плохой горбачев модель бездарная потому что не было нормальных ферверов не было частной собственности на землю было таких проблем а колхозы колхозы не работают вот как раз пример вот видите даже там немножко налоги увеличились но горбачёв проводил реформы и он надеялся что вот списал все колхозом списал колоссальные долги и надеялся что после этого колхоза живут будет прибыльно работать так куда-то потом кооперация ну все наверно помнят что горбачёв запустил кооперативы вот смотрите здесь еще нет кооператива здесь они уже есть да действительно когда запустили кооператив видите сумма налога увеличилась ну стало четыре с половиной миллиарда это был миллиард вообще потребительская кооперация не существовала еще с времен НЭПа формально она считалась как бы общественным но фактически государством да там были цены свои так дальше но контролировала потреб кооперацию ЦК КПС так что формально фактически была такая сейчас и вот здесь да действительно можете посмотреть это красивый вот когда кооператив запустили ну да немножко заработали но просто не сработал эффект вообще чтобы правильно поняли Косыгин 1978 году предлагал на пленуме ЦК запустить кооперативы то есть то что сделал горбачёв сделать частников ну Косыгин во времена НЭПа сам был кооператором он происходит на этом видео и вот он считал что если запустить кооперативы даст кучу ограничений и так дальше это даст ну как бы возродить будет новый НЭП но его не поддержали Сусло был против ну а Брежнев вообще знаете Брежнев как бы он и не за и не против а потом типа не надо и по большому счету когда говорят а почему же там вот в Китае Дэн Сиопин да потому что Дэн Сиопин потому что СССР не Китай вот такая ситуация теперь смотрите вы конечно уже не помните горбачёв запустил индивидуальную трудовую деятельность и вот здесь вот эти патенты да вот это то есть грубо говоря тогда кооперативы и вот эти все индивидуальные предприниматели да налог и увеличила сумма поступления но вы скажете ну это ж это не решает не решает абсолютно 4 миллиарда 3 миллиарда это не те деньги абсолютно которые могли которые нужны были чтобы спасти Советский Союз то ли постно сделали то ли сделали но в любом случае не сработало теперь смотрим доходы таможены и так дальше да Советский Союз был бензокулон добывали нефть продавали за границу и вот здесь сидели вот и вот эти вот налоги также сама политика цены на нефть большие хорошо цены падают хуже вот здесь падение видите вот этот падение цены на нефть не потому что там что-то нефти больше продавали но так как цена в мире на нефть упала доходов меньше ну не критично но меньше теперь еще обращаю ваше внимание мы наверно слышали что Горбачев вот антиалкогольная пропаганда она убила бюджет но говорит вот если бы это не сделал это не совсем правда вот смотрите вот да уменьшилось видите было 97 миллиардов стало 90 то есть грубо говоря на 6 миллиардов уменьшилась доход бюджета СССР в результате антиалкогольный пропаганду ну то что начали запрещать продавать вот 6 миллиардов не в два раза не в три как вам рассказывать а рассказывали что вот нет 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 но обращаю ваше внимание видите а здесь выросло ну смотрите в Советском Союзе говорю что там же вот эта система когда все изымали то получилось что вы знаете того да меньше водки стало но стало больше прибыли других предприятиях все забрали так что сказать что каким-то образом это там убило или развалило нет да в целом как видите уменьшилось но прежде всего за счет того что экспорт не такой немножко был чуть-чуть оборот потеряли но здесь даже больше так что здесь разница как вы видите в один миллиард в один миллиард то есть ничего радикального нельзя сказать что когда велеть антиалкогольные законы бюджет развалился нет не развалился а то в российской империи действительно бюджет очень сильно зависел от водки в СССР он зависел но как видите не такой степень поменьше вот здесь водка сидит вот здесь 6 миллиардов минус доходное население вот видите да немножко больше собрали ну под уходный налог и сами видите это зарплаты потом частные лица пластили своих участков вообще по большому счету мало кто знает что если у тебя был огород надо было платить налог он был небольшим спорить не буду по этой причине сумма маленькая возможно кто-то слышал что в СССР платили за ну холостяки платили то есть если не было детей ты платил налог платили да но опять же этот налог сильно не помогал бюджет видите да миллиард собирали так дальше ну скажем так даже когда ее отменили он как бы ну отменили так отменили вообще я говорю очень часто бывает есть много мифов когда вы же там понимаете я понимаю цифру покажи а вот так вот это вот цифра и это то что у нас сейчас называется единство социальных взнос Co СССР то же самое предприятие за вас платила социальное страхование но он сейчас называется единственный социальный взнос то называлась государственной социальность страховки взнос на государственное социально страховки на разница другая причем даже размер Wal機會 был больше там если вредный производство платили больше если обычные платили меньше 100 блоку от 30 до 42 процента да это платили платила предприятие. Люди чаще все это не знали. Но опять же, подоходный налог человека сразу высчитывали, ему давали чистую зарплату. Да, там даже была минимальная зарплата, с которой налог не удерживали. Это все было. Но в принципе, причем да, я не спорю, налог был невысокий. По той причине, что изымались здесь. Просто была такая политика. Ну пускай люди радуются, что мы их маленькие налоги облагаем. А вот цены мы все заберем. Через цены забирали. Тем более, если вы посмотрите здесь, видите как вот но больше всего забирали через предприятия. Вот эта политика, когда предприятие работает, все изымается, предприятие не хочет работать. Действительно, в Советском Союзе вот эта политика, когда ну, скажем так, ну, даже четко по лозунгу. Они делают вид, что нам платят, мы делаем вид, что мы работаем. Приписки, показуха, обман. Это было классически. По той просто причине, что, понимаете, ну, какой смысл директору стараться что-то сделать, если всю прибыль у нее заберут. Там ему часть оставляли, но опять же, это не значит, что он имел право самостоятельно. Там ему оставляли, были фонды, но была куча контроля, как их можно использовать, как нельзя. Потом проверяющие приходили проверять, как ты их использовал. Ну, к примеру, был фонд, с которым можно было платить премию. Возможно, кто работал на советских предприятиях, знает 13-та зарплата, вот это с этого фонда. И даже было 14-е, это если вредное производство. Там тоже был фонд. Но, директор не мог себе с этого фонда установить премию. Не-не-не-не. Он мог вам выплатить, а себе нет. Вы понимаете, как это его стимулировало? Правильно, нафиг вы мне сдались. Ну, вы же понимаете, любой бизнесмен, который работает, он хочет заработать себе. А если он понимает, что он работает, но вот он заработал миллион, а с этого миллиона ничего не может, он должен вам раздать премию. Про ультероизм молчите. Понимаете, люди все, как были, так и остаются. Эти все разговоры, а вот знаете, знаю, что это все ложь. Это я тоже знаю. Так что такая ситуация. Не, поймите, все гениальное просто. Можно фантазировать сколько угодно, рассказывать сколько угодно, но, если есть государственные предприятия, если там есть директор, толку никакой. А если вы еще забираете всю прибыль, сколько вы проверяющих не будете направлять. Директор будет стараться обмануть, обмануть и будет обманывать тех же проверяющих взятками подкуплять. Причем не обязательно деньгами. Ну, услуга на услугу, сходили в баню, попарились с девушками, вот уже проверяющие, говорят, да все правильно, конечно правильно. А баню построили за счет денег, которые на развитие спортивно-физкультурного спорта. Арена. Тогда было очень модно это делать, потому что, в принципе, нельзя было себе премии выплатить, а, к примеру, построить спортивный комплекс можно было, ну, спорт, но построить там сауну, построить какой-то подпольный ресторан, ну, это же как бы не сложно было. Комплекс же большой, большой, замечательно. Так что, такая глупость была. С доходом разобрались. Ну, давайте заодно пробежимся, что было дальше. Ну, вот, Горбачев при власти, доходы даже, вырастают. Тут вообще, видите, 400, ну, класс. Ну, здесь, опять же, видите, за счет чего? Во-первых, налог с оборота. Потом, действительно, частично здесь пошли, что, ну, здесь даже больше, здесь, правда, начало падать, но это тоже специфика. Вот здесь больше изъяли, вот здесь, соответственно, начало все падать, потому что, естественно, ну, как вам сказать, люди же хитрые. Ну, правильно, вот они занимались. Вот здесь выросли налоги из физлистов, потому что зарплата выросла. Горбачев начал проводить политику повышения зарплаты. Он, ну, он понимал, зарплата маленькая. И вот уже начинаючи с 88-го года зарплаты начали повышаться. Потом вообще было довольно резкое повышение зарплаты в 89-м. И по этой причине и налогов стало больше. Видите, вот такая ситуация. Ну, если посмотреть, да, ну, вроде бы налоги собирали, даже увидеть, увеличивалось. Но расходы, а вот это вот самое-самое. Знаете, смотрите, еще когда Горбачев прошел в классе, уже был дефицит. 14 миллиардов. Потом стало 45, 55, 82, 80. Самое интересное, видите, в 90-м дефицит, так сказать, более-менее нормально. Улучшилась ситуация. Почему дефицит? Да, расходы колоссальные. Видите, какая ситуация. В Советском Союзе очень много денег тратили на правильно, на армию. Вот видите, как здесь интересно показатель показывает. Знаете, сейчас вам даже его выделю. Для красоты момента. Видите, тут 20 миллиардов, а тут резко 70. В Советском Союзе любили обманывать. В России сейчас то же самое. Когда расходы на оборону прячут в других статьях расходов. Ну, это практически оборона. А вот Горбачев дал команду и с 89-го года начали считать правильно. Когда начали считать правильно, то казалось, что расходы на оборону не 20 миллиардов, а все 70. А 70 это 15 процентов всех расходов. Это довольно большое показатель. А тогда было, да, 2-3 процента. Все говорили, ну что, мы на оборону тратим мало. Но обращаю ваше внимание, это только на оборону, это без учета расходов на производство оружия. Здесь он не выделяется. Абсолютно. Здесь только оборона. Да. По той просто причине, что да, действительно, армия в Советском Союзе была громадная. Расходы колоссальные. И это съедало, съедало, и сейчас съедает Россия. Да, конечно, Путин может рассказывать, что все хорошо, все замечательно, но фактически России сейчас тоже дефицит. И дефицит громадный. Прежде всего, потому что на оборону, на оборону, на оборону, на войну, короче. Какая черта оборона? А теперь самое-самое советское. Видите, написано народное хозяйство. Видите, какая сумма? 200 миллиардов, 218, 216, 230, потом 195, 200. Это миллиарды. А теперь смотрим доходы. Видите, 190, 120. То есть, если сравнить, то постойте, доход 119. А это что? В Советском Союзе была плана экономика. Бестолковая, глупая и так дальше. При этом, директор не имел права самостоятельно, ну, я говорю, прибыль же забирали. По этой причине возникала какая ситуация? К примеру, надо купить, ну, грузовую машину. Это надо разрешение получить из бюджета. Да, вам выделяют деньги, вы покупаете. Надо построить цех. То же самое. Обращайтесь, вас с бюджета дают деньги. Вот это вот расходы, это то, что из бюджета тратили на, типа, народное хозяйство. В том числе, на производство оружия. Вот там сидит, где-то половина суммы, это производство оружия. На производство оружия тратили колоссальные деньги. Называли все народным хозяйством. Не спорю, там тратили и на детское питание. Вот там тоже сидит. Ну, чтобы, ну, она так красиво называлась. По этой причине, от детских колясок в Советском Союзе не хватало, коляски тоже там. А вот бомбардировщиков было больше, чем надо. Толку никакого. И вот это действительно получалась ситуация, что получается, как, прибыли все забрали, а потом с бюджета как бы деньги дают, ну, предприятие же не может жить без денег. Они дают. Но получается, там чиновник, там, там взятки, там блат, там коррупция. И туда нервно. То есть, получалось, что, грубо говоря, вот вы забрали предприятие, а потом вы ему даете больше. Да? Да. А получается, получается хуже. Вот это и убивало экономику. Да, было очень много злоупотреблений. Это колоссально. представи, конечно, некоторые могли выпросить колоссальные деньги на бессмысленные стройки. Разворовать все, что угодно. Да, разворовали под самым, под различными там видами. Вот мы производим очень нужную продукцию. На космос воровали. Ой, космос это вообще-то детище. Столько денег разворовать. Вот это тоже. Вот народ, это все, все. То есть, оно было народное, но масла в магазине не было. Зато народное. Вот такая ситуация. Ну и оборону. Просто я говорю, что Советский Союз погубил большие расходы на армию. При этой причине, как видите, они действительно их прятали раньше. А когда показали честно, колоссальная сумма. Ну, здесь смотрите, скажите, ну, хорошо, на армию, так это же дело нужное. Да. А вот это вот, видите, то, что называется финансирование внешнекометной деятельности. В Советском Союзе была монополия на экспорт и на импорт. Это потом уже Варбачев начал разрешать немножко. И как вы видите, вот тратили деньги, чтобы купить зерно, мясо. Ну, получалось, здесь на нефти, вот видите, вот здесь, на нефти зарабатывали. А здесь тратили. Причем, часть денег, видите, написано, безвозмездная помощь. Это вот, Кубе раздавали, Анголе, Мозамбик, да, да, да. Вот то же самое, что Россия сейчас делает, щедро раздает деньги Чечне, Дагестану. Но это внутреннее, но то же самое, абсолютно. Безвозмездная, то бы бездаром, да. Наука просвещения, ну, вот это любят все годицы. Видите, сколько тратили на науку просвещения, не спорю, тратили много. Толку никакого, но тратили много. Ну, очень много учителей, очень много школ, понятное дело, в Советском Союзе громадный, куча школ, учителей, учеников, естественно, потому что здесь написано еще наука, это больше все-таки школы были. Ну, школ было много, спорить не буду. Учеников тоже. Лоботрясов еще больше. Что есть, то есть. Да дети никогда учиться не любят. Здравоохранение, ну, физкультура, понятно здесь, в основном здравоохранение. Да, тратили сумасшедшие деньги, но без блата в Советском Союзе лечить было невозможно. Традиция. Хочешь получить справку, позолоти ручку врачу, хочешь, чтобы операцию сделали. Вот, благодарить же надо врача, да. Классика жанра, классика. Ну, если простая операция, то, понятное дело, даже не договаривались, а, типа, просили, чтобы было хорошо, кирург говорит, все будет хорошо. Прошла операция, зашли к кирургу, дали ему коробку конфет, поблагодарили. В коробке конфет лежат деньги. Так же? Ну, да. А как же? Ну, естественно, если операция более сложная, встречались на свежем воздухе, спрашивали, сколько, и хирург мог сказать, 500 рублей, 700, была тысяча, ну, смотря какая операция. Соответственно, ты сначала берешь деньги, а потом операция. Вот, такая была ситуация. По этой причине, когда мной рассказывают, а о моей, нет, вам родители не сказали, сколько они дали на лапу к хирургу, чтобы вам сделали операцию в детстве. Вот такая ситуация. Без взятки, не, без взятки можно было в Советском Союзе, когда ты прикреплен к пятому управлению ЦК КПСС. Вот Феофания, которая у нас есть, это было пятое управление. Да, были больницы, которые напрямую подчиняли ЦК. Там платить не надо было. Там, наоборот, куча лекарств, хирургов, ну, вы же понимаете, отношения были. Там, грубо говоря, могли пожаловаться еще, да, но не все же могли быть членами ЦК, хотя член ЦК была крутая должность. Социальное обеспечение это пенсии. Там же та же ситуация была. Вот это вот, смотрите, вот это отчисляется на пенсии, но для того, чтобы выплатить пенсии, надо еще подкинуть. То есть, выплатить, как видите, сумма больше. Да. Сейчас, конечно, ситуация еще более жесткая. Та пенсии была поменьше. Но, я говорю, тогда та же самая. Получалось, вот собрали 43, надо 51. Ну, вот я просто вам пример показываю. Но это еще не считая декретный, больничный. То есть, он набегал еще запас. Ну, действительно, всегда, вот уже тогда проблема пенсии была очень болезненная. И пенсии были копеечные, честно говоря. Да, вспоминает, что ой, пенсии. Ребята, в Советском Союзе пенсия была меньше 100 рублей. Это при том, что 100 рублей было уже ничто. Пенсия 400 рублей была, если ты был персональный пенсионер. Член ЦК, да, он получал 400 рублей, но таких же было мало. Ну, герой Советского Союза тоже, вот он имел право на персональную пенсию. Академик, спорить не буду, у него могла быть пенсия даже тысяча. Ну, академики, у них была, так сказать, персональная пенсия. Ну, сами понимаете. Ну, академиков сколько было? Ну, такая ситуация. Так что, а основная масса людей, ну, в селах вообще пенсия была сначала 12 рублей, а вот Горбачев поднял. Горбачев поднял до 42. И Горбачев уже поднял пенсии, ну, не сильно рабочим. Была сначала 70, он взял 80. Это было минимальная пенсия. Копейки, жалко. Ну, и напоследок, дефицит я вам показал, как видите, хорошенький, это все в миллиардах. Да, Горбачев пытался что-то сделать, он золото продавал, потому что это дефицит жена была чем-то покрывать. Он продавал золото, но оказалось, что его не так просто продать. Но в Советском Союзе были запасы большие, но когда он начал продавать, то, во-первых, было очень сложно продать эти тонны, это же не килограмм, и цена упала. Так что, вот такая ситуация. Продал довольно много, ну, вот, чтобы как-то спасти ситуацию. Потому что, дырочка, как видите, шикарная, шикарная. Ну, вы скажете, а почему? Ну, как? Вот это вот все, вот это вот все тоже. Ну, и, наверное, вы в курсе, что в Советском Союзе некоторые советские люди покупали гособлигации. Да, и вот можете их посмотреть, видите, вот, ну, как бы покупали, вот под конец, тогда была такая акция продать облигации товарные, по которым можно было получить товары. Сейчас, конечно, смешно представить, когда человек покупает облигацию, согласно которой он может через пять лет получить телевизор. Смешно? Или СВЧ? Сейчас вы идете, а тогда ты практически покупал СВЧ, который тебе через пять лет обещали дать. Гениально! Браво! Это Советский Союз. Так что, вот такое вот видео. Историческое, познавательное, с цифрами, фактами. И, еще раз говорю, премьера для спонсора, но для всех остальных. Кому действительно интересна реальная история. Благодарю за внимание. Рекомендую стать спонсором моего канала. Ну и подписываться на мой канал, писать комментарии. Всего лучшего. До свидания. Рекомендую моего канала. Ну и подписываться на мой канал, значит, что-то зацикавило. Поэтому, я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную строчку моего канала, тиснете кнопочку спонсорство и два пакета для спонсоров. Дешевше не буває и клуб экономической мудрости. Дешевше не буває, это первое за все для тех спонсоров, которые хотят поделиться премьерный показ эксклюзивного видео, поспілкуваться, позадаваться запитания под час стриму и отримать ответы. Клуб экономической мудрости, ну, это уже, если вы хотите заняться бизнесом и не разорваться. Инвестировать деньги не только в Украине, а и за кордоном. И как это сделать правильно, чтобы прибуток, ну, и податки правильно платить. Ну, самое основное. Клуб экономической мудрости, это про экономику, но настолько простыми словами, что, даже если вы не экономисты, понимаете. Так что ставьте спонсором, не пожелкуйте.